Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим поговорить на очень важную и актуальную тему – как выбрать брокера бинарных опционов. С каждым годом заработок в интернете набирает популярность и выбрать брокера для торговли бинарными опционами становится все сложнее и сложнее. И это неудивительно. Этот финансовый инструмент, доступный каждому, является одним из самых простых и позволяет очень быстро начать вести торговлю на мировых финансовых рынках. Но чтобы торговля была прибыльной и комфортной, необходимо выбрать действительно надежного брокера бинарных опционов. А это не всегда легко и просто. В этом видео мы рассмотрим 10 самых актуальных и важных факторов, которые нужно учитывать при выборе брокера бинарных опционов, чтобы сотрудничество с ним было комфортным, надежным и безопасным. Правильный выбор брокера бинарных опционов зависит от разных показателей. И самый главный показатель – это лицензия. Каждую неделю на рынке появляется один-два новых брокера бинарных опционов, происхождение которых довольно сомнительно. Такие брокеры чаще всего не имеют лицензий и присваивают себе чужие сертификаты. Ни для кого не секрет, что лицензии можно еще и подделать. И именно так поступают брокеры-мошенники. Выбрав такого брокера, можно не только потерять свои сбережения, но и нанести себе психологическую травму. Брокеры, которые настроены на долговременное и эффективное сотрудничество с трейдерами и другими своими клиентами, стараются получить как минимум одну лицензию, а в некоторых случаях даже несколько. При этом очень важно знать и понимать, что бывают случаи, когда лицензии у брокера нет. Но это не значит, что брокер ненадежный или мошенник. Возможно, этот брокер новичок на рынке и его лицензия находится на рассмотрении у регулятора. Итак, первый вывод, который мы можем сделать, что брокера нужно выбирать с регуляцией, причем лучше, если лицензий будет сразу несколько. Регулятор – это надзирательный орган, который регламентирует и контролирует деятельность брокера, не позволяет обмануть трейдеров, будет отстаивать интересы трейдеров в спорных ситуациях и всячески противодействовать возможному мошенничеству с обеих сторон. Регуляторов в мире существует достаточно много, но надежными можно считать лишь некоторых. И все зависит от страны, в которой находится регулятор и его полномочия. И очень важную роль играет доверие трейдеров и инвесторов из мирового сообщества такой организации. Вся брокерская деятельность на биржах лицензируется по странам. В России лицензию выдает Федеральная служба по финансовым рынкам. В США – СЕК, Комиссия по ценным бумагам и биржам. Также брокерская деятельность контролируется ФИНРА – регулирующим органом финансовой индустрии и НФА – Национальной фьючерсной ассоциацией. В ЕС деятельность брокеров бинарных опционов лицензируется правовыми нормами доверительного стандарта Евросоюза. В Великобритании – центральный орган надзора за рынком финансовых услуг ФСА, а также квазисудебный регулирующий орган. В мире существуют и более простые регуляторы, которые по сути являются коммерческими организациями, но при этом наличие их лицензии также может говорить о качестве предоставляемых брокерских услуг. К таким регуляторам можно отнести Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, Центр регулирования отношений на финансовых рынках, Британские Виргинские острова, Финансовая лицензия в Ануату, Комиссия по финансовому регулированию Мальты. Давайте для примера остановимся на первых двух регуляторах, которые являются самыми популярными среди большинства брокеров в 2022 году. Кипрская лицензия позволяет вести деятельность за пределами СНГ и поэтому чаще всего она популярна у тех брокеров, которые планируют работать не только в России, а и за ее пределами. Довольно мало брокеров бинарных опционов получают такую лицензию, так как она хоть и полезна, но получить ее довольно сложно. Второй регулятор, а именно ЦРОФР, является самым популярным регулятором в России и позволяет вести брокерскую деятельность на территории всей Российской Федерации. Лицензия ЦРОФР выдается не всем, так как для ее получения необходимо не только вносить взнос и открывать страховой счет суммой не менее 20 тысяч долларов США, а и предоставить большой пакет документов, который тщательно проверяется в течение определенного времени. Некоторые трейдеры могут подумать, что наличие лицензии ничего не дает, но ее суть заключается в том, чтобы при возникновении каких-либо проблем или разногласий трейдера и брокера регулятор мог помочь решить спор и компенсировать потерянные средства клиента или же оштрафовать брокера. Поэтому решение о том, какого брокера выбрать, лучше основывать на наличии лицензии. Бонусы, акции, подарки от брокера. Приветственный бонус, то есть бонус за первое пополнение счета, немаловажный фактор, который часто учитывается, когда происходит выбор брокера. Однако не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И поэтому этот момент стоит сразу обсудить с брокером. Иногда лучше отказаться от бонуса, чем соблюдать все его условия. Также некоторые брокеры могут предоставлять велкам бонус, который не требует пополнения реального счета своими деньгами, но такой бонус можно получить всего один раз. Брокер Покет Опшн является одним из брокеров, который выдает велкам бонус. Получить велкам бонус от брокера Покет Опшн довольно легко и такую возможность не стоит упускать. Для тех трейдеров, у которых есть торговые счета на различных платформах брокеров, можно использовать промокоды и бонусы, которые дают возможность получать различные полезные подарки и дополнительные средства при пополнении счета. Такие бонусы и промокоды мы регулярно публикуем на нашем сайте. Поэтому регистрируйтесь, подписывайтесь на рассылку новостей, чтобы не пропустить интересные новости, полезные промокоды и бонусы с нашего сайта. Минимальный депозит. Для трейдеров-новичков при выборе брокера крайне важно, чтобы компания позволяла начинать торговлю с минимальных сумм. Это дает возможность попробовать торговлю на реальном счету, а также позволяет начать зарабатывать без больших вложений. И если ранее минимальный депозит в 5-10 долларов США позволяли только очень крупные брокеры, то на данный момент почти каждый брокер бинарных опционов дает возможность начать торговлю с таких сумм. Это является большим плюсом и привлекает множество новых трейдеров. Примерами брокеров с минимальным депозитом для торговли являются Покет Опшн 5 долларов, Бинариум 10 долларов и Квотекс 10 долларов. Выбрать брокера бинарных опционов можно и с более высокой планкой для стартовой торговли, но стоит понимать, что чем больше минимальный депозит у брокера, тем выше вероятность, что он является мошенником. Примером такого брокера может послужить Daily Trades, торговлю у которого можно было начать с 250 долларов США. Но по итогу эта брокерская компания не выводила прибыль, а в некоторых случаях и сам депозит. Поэтому будьте осторожны, выбирайте правильных и надежных брокеров. Рекомендуем вам следить за рейтингом лучших брокеров на рынке торговли бинарными опционами, которые мы публикуем и постоянно обновляем на нашем сайте. Ссылка на страницу сайта с рейтингом брокеров будет в описании под этим видео. Обучение брокера Сейчас в интернете каждый может без проблем найти множество и платных, и бесплатных обучающих материалов на тему трейдинга. Некоторые брокеры сами предоставляют возможность для обучения АЗАМ торговли бинарными опционами, и это является хорошим плюсом и показателем высокого уровня этой компании. Благодаря такому обучению нет необходимости искать информацию и материалы на других интернет-ресурсах, а можно начать изучать то, что относится именно к торговле бинарными опционами непосредственно на платформе у данного брокера. Трейдерам с опытом, конечно, не обязательно обращать внимание на компании, которые помогают с обучением своих клиентов. Но вот для новичков это может быть важным критерием, когда нужно выбрать брокера бинарных опционов. Пополнение и вывод средств Если у брокера слишком мало способов пополнения счета, это должно вас насторожить, потому что у надежного брокера обязательно должна присутствовать возможность использования банковских карт, банковского перевода, электронных кошельков, а в дополнение криптовалют и мобильных операторов. У брокера должна быть платежная система на выбор, удобная для вас, иначе вам придется терять проценты на переводах и конвертациях между разными платежными системами. Некоторые брокеры могут взимать комиссии при переводе средств, и это необходимо выяснить заранее, особенно если вы планируете совершать переводы более одного раза в день. У брокера могут быть ограничения, лимиты по ежедневному, еженедельному или ежемесячному выводу средств, и это также стоит учитывать при выборе брокера. Капитализация брокера Скорее всего, ни у кого не стоит вопрос, какого брокера выбрать – крупного и работающего давно, или нового и малоизвестного. Выбор тут будет очевиден в силу множества преимуществ, которые может предоставить только авторитетный и крупный брокер бинарных опционов. В крупных брокерских компаниях ежедневный оборот средств довольно большой, и выплаты трейдерам до 1000 долларов США не являются ощутимыми для этого брокера. В новой компании даже 250-500 долларов будет выплатить уже намного сложнее, и если платить новому брокеру будет нечем, то возникнут задержки, которые могут тянуться неделями. А если брокер еще и окажется мошенником, что бывает часто среди новых компаний, то не стоит рассчитывать вернуть даже десятую часть от своего депозита. Поэтому, чтобы выбрать брокера бинарных опционов правильно, обязательно стоит обращать внимание на его популярность и величину в сфере торговли бинарными опционами. Это может подтверждать дата его основания, наличие лицензий и большое количество клиентов. Техническая поддержка клиентов Немаловажным является и отношение к клиентам в компании, так как зачастую можно встретить отзывы трейдеров о том, что поддержка определенного брокера работает очень медленно или вообще игнорирует обращение своих клиентов. Если выбрать брокера бинарных опционов удалось правильно, то буквально сразу после регистрации поддержка перезванивает трейдеру и предоставляет всю нужную ему информацию. Именно поэтому при регистрации лучше указывать свой реальный номер телефона. Также при выборе брокера бинарных опционов можно потратить время и проверить работу менеджеров компании перед регистрацией, предварительно связавшись с ними через чат или по телефону, задав интересующие вопросы. Чтобы понять, что из себя предоставляет брокер, у менеджера можно узнать о наличии лицензии и регуляции, способах пополнения и вывода средств, доступных инструментах для торговли. Это может быть веб-терминал, терминал для мобильных устройств или терминал для ПК. В бонусах и акциях, которые предоставляет компания. В торговле бинарными опционами используется множество специфических терминов. И даже если вы владеете базовыми знаниями в каком-либо из предложенных иностранных языков, то разобраться со всеми нюансами будет очень сложно. Поэтому лучше выбрать брокера, который предоставляет платформу на родном вам языке. Не будет лишним изучить и словарь трейдера, чтобы понимать значение разных слов. На нашем сайте есть замечательная статья, которая по отзывам и комментариям наших читателей дает первое понимание стилистики и сленга герминов в торговле бинарными опционами. Название статьи «Словарь трейдера простыми словами», а ссылку на нее вы сможете найти в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал «Видео новостей», чтобы всегда быть в курсе в сфере торговли бинарными опционами. Торговые условия При выборе брокера важно изучить возможности торговой платформы. Обязательно просмотрите список доступных для торговли активов. Возможно, что актива, которым вы собираетесь впоследствии торговать, у данного брокера нет. Брокеры, предоставляющие небольшое количество активов, должны вызывать дополнительные подозрения, потому что в крупной компании для торговли чаще всего доступно не менее 30-50 лидов торговых активов. Эти торговые активы включают в себя валютные пары, акции американских, европейских или российских компаний, сырьевые товары, золото, нефть и криптовалюты, биткоин, эфириум. Время экспирации, пожалуй, самый важный технический момент в торговле бинарными опционами. Если прогноз направления движения цены еще подвергается анализу, то определить нужное время экспирации очень сложно. Поэтому будет лучше, когда брокер предоставляет как можно больше диапазон экспираций. Чаще экспирации ограничены четырехчасовым периодом, но есть брокеры, которые позволяют торговать с экспирацией в один день и даже больше. Демо-счет, конечно же, не является основополагающим фактором, когда нужно выбрать брокера бинарных опционов, но лучше, если он все-таки будет. На нем вы сможете опробовать все виды торговли бинарными опционами или отработать свои новые стратегии, не рискуя потерять свой капитал. Особенно демо-счет будет полезен новичкам, так как он позволяет понять принцип торговли опционами, протестировать торговую платформу и посмотреть, какие есть опционы и по каким инструментам их можно покупать. Удобная торговая история является очень полезной, когда необходимо собрать статистику по своей торговле и понять, где были совершены ошибки. Это поможет пересмотреть свою торговлю, если она является убыточной. Чтобы статистика торговли была успешной, в момент совершения сделок важно не отклоняться от правил money management и risk management. Дополнительным способом, который может подсказать, как выбрать брокер бинарных опционов является изучение отзывов и комментариев других трейдеров о той или иной торговой платформе, потому что проще учиться на чужих ошибках, а не на своих. В сети есть множество ресурсов и форумов, на которых обсуждается почти каждый существующий брокер бинарных опционов. И у нашей компании есть специализированный форум по этому поводу. Регистрируйтесь и каждый день можете просматривать свежие новости из сферы торговли бинарными опционами, читать комментарии по интересным вам темам и участвовать в переписке с другими трейдерами. Ссылка на форум будет в описании под этим видео. Спасибо вам за внимание. Сделайте свой правильный выбор. А мы желаем вам хорошей торговли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!